Ну и раз мы уже затронули китайскую тему, то будет логичным упомянуть еще одну горячую тему, вброшенную либеральной журналистикой, а именно Deutsche Welle, которая 15 февраля разразилась сенсационным материалом «Китай вводит смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса», что было без всякого критического анализа подхвачено буквально всеми свободомыслящими мировыми СМИ. В самом материале «Немецкой волны» сообщается, что в Китае могут казнить за намеренное сокрытие симптомов нового коронавируса COVID-19 или искажение информации о состоянии больного со ссылкой на газету «Pekin Daily», которая в свою очередь ссылается на заявление пекинского суда. А что же на самом деле? Согласно заявлению пекинского суда, человек, скрывший информацию о симптомах болезни, либо об истории своих путешествий и ставший источником инфекции, что привело к распространению вируса, будет обведен в создании угрозы общественной безопасности. Кто-то считает, что в условиях смертельно опасной эпидемии это избыточно? Да вы, батенька, либерал. Но далее Дойче Вейле просто приводит наиболее тяжкие санкции из уголовной статьи «Создание угрозы общественной безопасности» типа десятилетнего, либо пожизненного заключения, либо даже смертной казни, которая относится к различным проявлениям террористической деятельности и никак не относящейся к сокрытию симптомов коронавируса. Зато как красиво коронавирус и смертная казнь сочетаются в заголовке немецкого официоза.